Lockheed Martin F-35 Lightning 2 Семейство перспективных, малозаметных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения Разработанная американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах Вариант для НОЖТ ВВС США, для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании И для НОЖТ ВМС США, консорциум во главе с Lockheed Martin Входит также Northrop Grama Corporation, Pratt & Amp, Whitney, Rolls-Royce, Allison, British Airspace В разработке отдельных узлов принимают участие Сканкорг-С в полнделе Aeronautical Systems Программа GSF В 1995 году компания Lockheed Martin объявила о сотрудничестве с КБ Яковлева Знание и опыт советских технических специалистов, накопленные в процессе разработки советского истребителя вертикального взлета и посадки Як-141 Привлекались для разработки F-35 Демонстрационная версия Lockheed Martin X-35B Во многом внешне напоминает Як-141 Выбор конструкции F-35 был сделан в 2001 году в результате конкурса по программе GSF между компаниями Boeing и Lockheed Martin Программа предусматривала создание единой модели истребителя для ВВС, ВМФ и морской пехоты с возможностью вертикального и укороченного взлета и посадки для замены F-16, A-10, F-18 и V-8B Также подвергнется замене британский C-Harrier Третья модель была отвергнута из-за сложности конструкции Финальные испытания прототипов X-32 и H-35 показали явное преимущество последнего Он продемонстрировал взлет на площадке длиной 150 метров, развил сверхзвуковую скорость, приземлился вертикально Одним из главных преимуществ был назван метод создания вертикальной тяги Отдельный вентилятор на X-35, а не просто изменение направления тяги основных двигателей на X-32 В результате намечена разработка унифицированной модели истребителя-бомбардировщика для стран НАТО с базированием на суше и на море Программу финансируют совместно США, Великобритания, Италия, Нидерланды, Канада, Турция, Австралия, Норвегия и Дания Всего планируется потратить на программу GSF около 40 миллиардов долларов США Планы закупок таковы В середине марта 2010 года появились сообщения, что Дания отказалась от планов по закупке самолетов F-35 Но позднее стало известно, что в 2012 году планируется проведение открытого конкурса В котором в качестве основных соперников F-35 выступит F-A-18EF Супер Харнет фирмы Boeing и Saeb GS-39 Gripen В июне 2016 года парламент Дании согласился выделить 20 миллиардов крон, чтобы купить 27 самолетов F-35 Joint Strike Fighter для замены стареющего авиапарка истребителей С 2011 года в Австралии ведутся переговоры об отказе от покупки сотни истребителей F-35 Lightning II В данный момент Австралия отложила покупку истребителей на два года В соответствии с отчетом Австралийского института стратегической политики главными отрицательными факторами планировавшейся сделки является Завышение стоимости в минус 35 почти в два раза и задержка поставок самолетов на срок до 7 лет Возможно, за это отложенное время покупки Австралия закупит дополнительную партию из 24 самолетов F-A-18EF Супер Харнет А половину уже имеющихся F-A-18EF на вооружении переконвертирует в самолеты РЭП и минус 18 Граулер В октябре 2010 года ВВС Израиля договорились о закупке первой партии из 20 истребителей F-35 Израиль запросил от США разрешение на установку целого ряда дополнительных систем и собственных разработок в области авианики и вооружений на Приобретаемые истребители в конце сентября 2010 года Такое частичное разрешение было получено При этом США поставили условие, что если Министерство обороны Израиля увеличит заказ на F-35 То ему будет позволено использовать на них большее число собственных систем и вооружений В рамках проходящего согласования в Генеральном штабе ВВС страны долгосрочного плана закупки вооружений Планируется закупка еще как минимум 20 истребителей с тем, чтобы довести их количество до 40 единиц к 2020 году Поставку истребителей в Израиль планируется начать во второй половине 2016 года Пересылая в Израиль первые два самолета в рамках полуторагодового плана поставки истребителей Первая эскадрилья F-35 В конце июня 2011 года ВВС Израиля направили своих специалистов в США, где они возглавят группу, занимающуюся разработкой израильской версии самолета F-35E Сообщается, что они будут работать вместе с представителями Пентагона и компании Lockheed Martin по вопросам, касающимся интеграции израильских технологий в истребитель пятого поколения Израильские ВВС надеются получить от Пентагона разрешение на начало обучения своих пилотов ВВС раньше 2016 года Тогда же, когда американские пилоты начнут обучение на новом истребителе 20 ноября 2011 года первый международный F-35 покинул сборочный цех Его первый полет планируется в ближайшие месяцы, а передача заказчику в 2012 году В Англии самолет будет использоваться как для финальных испытаний, так и для обучения летного и технического личного состава 25 февраля 2011 года впервые поднялся в воздух первый серийный F-35E F-6 А 6 мая первый серийный самолет был передан ВВС США Самолет был приписан к авиабазе Edwards в Калифорнии 13 апреля 2012 года совершил первый полет самолет с серийным номером BK-1 Первая машина для Великобритании и первая для зарубежных партнеров Вообще, 6 августа совершил первый полет F-35A с серийным номером N-1 Первый самолет для Нидерландов и первая из зарубежных машин этой модификации Lockheed Martin ведет финальную сборку машин 4-й производственной серии 10 на начало декабря уже совершили свои первые полеты Сообщается, что база ВВС США и Глин до конца 2012 года получит 20 серийных истребителей F-35 Для обучения пилотов и наземного технического персонала 19 июня 2013 года вице-президент концерна Lockheed Martin Стиво Брайон заявил на авиасалоне в Лебурже Израиль будет первой страной после США, которая приобретет истребители нового поколения F-35 Первая партия истребителей нового поколения F-35 прибудет в Израиль уже в конце 2016 года В ходе визита в США в октябре 2014 года Министр обороны Израиля Маши Ялон договорился о закупке второй эскадрильи боевых самолетов пятого поколения F-35 Компания Lockheed Martin обязалась поставить Израилю еще 25 истребителей F-35 Таким образом, общее число самолетов этого типа на вооружении Цахала составит 44 В начале марта 2015 года со сборочного конвейера в Италии Сашал первый собранный за пределами США истребители F-35 Joint Strike Fighter Самолет обозначенный как L-1 стал первым из восьми машин, собранных на заводе ICO вблизи авиабазы Камери Италия будет выполнять сборку своих F-35, а также истребителей этого типа, предназначенных для ВВС Нидерландов Стоимость на разработку самолета на апрель 2011 года была затрачена свыше 56 миллиардов долларов Стоимость как мелкосерийных, так и крупносерийных образцов 15 февраля 2012 года было объявлено о решении Министерства обороны США отложить покупку в общей сложности 179 истребителей F-35 В тот же день, Джампаоло Ди Паоло, министр обороны Италии, объявил о планах сократить заказ с 131 до 90 F-35 По словам министра, Италия потратила на программу F-35 в общей сложности 2,5 миллиарда евро В ноябре 2014 года корпорация Lockheed Martin и Министерство обороны США заключили контракт на поставку очередной партии самолетов F-35 Сумма, сделки 4,7 миллиардов долларов Всего закуплено 43 самолета, 29 из которых для американских ВВС Остальные будут поставлены Израилю, Японии, Норвегии, Великобритании и Италии Средняя цена самолета на 3,5% ниже, чем в предыдущем контракте и на 57% ниже, чем у первой партии Один самолет модификации будет стоить 94,8 миллиона долларов Модификации B – 102 миллиона Модификации C для морской авиации – 115,7 миллиона Все цены, не включая двигатель Одновременно заключен контракт с компанией Pratt & Amp Уитни на поставку авиационных двигателей Сумма соглашения составила 1,05 миллиарда долларов Министерство обороны США полагает, что в 2019 году стоимость самолета вместе с двигателем сократится до 8.0 до В 2015 ввод F-35 в техническую эксплуатацию был перенесен с 2015 на 2019 год Из-за проблем с оружием и программным обеспечением самолета Позднее сообщалось, что проблемы будут решены без указания сроков Но срок ввода не изменится, что можно понимать и как ошибку в сроках создания ПА, и как возможность использования самолета в незавершенной комплектации Конструкция на F-35 использованы Многие технологические решения, отработанные на F-22 Обозначение серийных вариантов F-35A, F-35B и F-35C Бортовая РЛС на самолете Установлена многофункциональная РЛС Safari NAPG-81 Эффективно действующая как по воздушным, так и по наземным целям Авионика радиолокационная станция с активной фазированной антенной решеткой NAPG-81 Производство Northrop Gramma Electronic Systems NAPG-37 Электронная оптическая система с распределенной апертурой, состоящая из шести эко-датчиков, расположенных на фузеляжеце диапазоном обзора 360 градусов Система позволяет Выявлять групповые пуски баллистических ракет на дальности до 1300 км Сопровождать данные цели и выдавать целеуказания по каждой из них В автоматическом режиме Обнаруживать иные наземные и воздушные цели Осуществлять навигацию при полете днем-ночью Предупреждать о ракетной атаке самолета Обнаруживать точки пуска ракеты Позиции работающей зенитной артиллерии Производить пуск ракеты воздух-воздух по цели, летящей за самолетом AQ-40 Всенаправленная инфракрасная CCDTV Камера высокого разрешения, предназначенная для наблюдения и целеуказания Она обеспечивает захват и сопровождение любых наземных, надводных и воздушных целей Полностью пассивная Она способна обнаруживать и сопровождать цели в автоматическом режиме на большом расстоянии А также сообщать о лазерном облучении самолета N-ESQ-239 Станция индивидуальных помех HMDS Helmet Mounted Display System Нашлемная система целеуказания и индикации Можно управление взглядом и поворотом головы PCD Панорамик Кокпит-дисплей Широкоформатный сенсорный дисплей Отображение информации Также возможно управление голосом Каналы передачи данных В качестве основного канала передачи данных VF-35 используется MADL Данный широкополосный канал работает в КУ-диапазоне С применением множества средств По повышению помехоустойчивости и защиты канала Как псевдослучайная перестройка рабочей частоты Направленный радиосигнал ИТП Шлем пилота Это шлем, который позволит пилотам реактивных истребителей будущего поколения Видеть через кабину самолета Снаряжение разработано для истребителя-бомбардировщика F-35 и в настоящее время тесситируется научно-исследовательским отделом Министерства обороны Великобритании Вместо обычного дисплея на приборной панели Синтезированное компьютером Изображение будет подаваться прямо на визоры пилота Снабжая его также подсказками Необходимыми для полета Навигации Ведения боя Принципиально новой технологией стала реализация возможности Ведения в инфракрасном диапазоне То есть с помощью шлема пилот сможет видеть даже ночью Шлем позволяет автоматически переключаться между видеорежимами Фактически самолет сможет стать прозрачным для пилота Также шлем является своеобразным командным центром Высокоточное целеуказание всего бортового оружия завязано на движение головы и глаз летчика Пока создан только опытный образец Разработкой модели занимаются британские компании Vision Systems International и Helmut Integrated Systems Limited Израильская компания Elbit Systems Специализирующаяся в разработке и модернизации различных видов вооружений Ее американский партнер Компания Rockwell Collins Будут выпускать пилотские шлемы для истребителей F-35C Шлемы будут добавлены в стандартную комплектацию самолетов с 2016 года Силовая установка F-35A и F-35C оснащаются двигателем Pratt & Amp Whitney F-135 Который является развитием двигателя F-119 Установленного на F-22 Двигатель для F-35B разработан с участием Rolls-Royce Defenders По утверждению производителя Благодаря данной установке и конструкции планера Полностью вооруженный F-35A с заполненными топливными баками Способен производить маневры с перегрузкой в 9 грамм Крыло крыльев для F-35 Lightning 2 будут производиться в Израиле На заводах IEI Контракт с компанией Lockheed Martin будет подписан на 10 до 15 лет Сумма контракта – 2,5 миллиарда долларов IEI уже приступила к организации конвейера для сборки крыльев F-35 К 2016 году на долю израильских производителей будет приходиться треть от общего Числа производимых в мире крыльев для F-35 Речь идет примерно о 800 единицах в год Бесфорсажный сверхзвуковой полет Согласно формально заявленным характеристикам F-35 не имеет возможности крейсерского полета на сверхзвуковых скоростях без использования форсажа Однако по утверждению вице-президента Lockheed Martin Стивена Обра иена Истребитель способен совершать полет со скоростью, соответствующей им равно 1,2 На протяжении тильда 240 км без включения форсажной камеры Вертикальный взлет и посадка Вариант истребителя с коротким взлетом и вертикальной посадкой F-35B Предназначенный для базирования на авианесущих кораблях не оснащенных катапультами Способен выполнять и вертикальный взлет Для этого сопло двигателя F-35B поворачивается вниз на 95 градусов А за кабиной пилота вертикально установленные и связанные с главным двигателем жесткой передачи Вентилятор создает подъемную тягу В крейсерском полете подъемный вентилятор останавливается и закрывается створками Управление по рысканию во время зависания обеспечивает дополнительные сопла двигателя, способные отклоняться влево и вправо Для управления по крену в каждой консоли крыла имеются дополнительные сопла, питающиеся от основного двигателя Тангаж изменяется разнатягом подъемного вентилятора и двигателя Положение самолета во время зависания полностью контролируется бортовым компьютером Это позволяет значительно упростить управление самолетом в сравнении с аналогами Кроме того, в аварийной ситуации компьютер способен принять решение о катапультировании гораздо раньше человека Вертикальная тяга позволяет F-35B при малой боевой нагрузке и неполных топливных баках вертикально взлетать и садиться При большей нагрузке вертикальной тяги для взлета недостаточный взлет осуществляется с небольшим разбегом Также может осуществляться и посадка На практике из-за расхода топлива в полете взлетная масса самолета оказывается значительно больше посадочной Поэтому, как правило, взлет выполняется укороченным, а посадка вертикальной Ввиду этого самолеты подобные F-35B называют в англоязычной литературе short take off and vertical landing aircraft Самолет с коротким взлетом и вертикальной посадкой Однако, в русском языке сокращение SKVVP не используется А близкое самолету короченного взлета и посадки обозначает легкие В основном сельскохозяйственные и пассажирские самолеты предназначены для эксплуатации с неподготовленных площадок Как следствие, F-35B в русскоязычных статьях зачастую называют SVVP Конструкция сопла F-35B во многом повторяет сопло Як-141 Это объясняется сотрудничеством фирмы Lockheed Martin и К.Б. Яковлева в 90-е Авианосное базирование Отличительными особенностями F-35C по сравнению с вариантами F-35C и F-35B является то, что взлет истребителя осуществляется при помощи катапульты А посадка на палубу авианосца с использованием иерафинишера В связи с повышенными нагрузками Внутренняя конструкция F-35C упрочнена Хвостовая часть самолета содержит элементы изготовленные из титана Первый полет самолета F-35C состоялся в 2009 году По сравнению с другими вариантами F-35C имеет на 30% большую площадь крыла Увеличенную площадь хвостового оперения и поверхности управления Оснащен концевыми элеронами для обеспечения высокой управляемости при малых скоростях посадки на палубу авианосца 3 ноября 2014 года в ходе программы испытаний Один из опытных образцов F-35C впервые совершил посадку на палубу авианосца CVN-68 «Нимец» Посадку с полноценным зацеплением за аэрофинишер авианосца совершил третий прототип F-35C За ним на палубу «Нимец» сел пятый летный прототип F-35C Модификации Самолет создается в трех основных вариантах F-35A Самолет для ВВС США Самая технологически проста и соответственно Облегченная и дешевая версия F-35 Именно она составит основу закупок странами-партнерами и ожидаемого массового экспорта Оснащен встроенной четырехствольной 25-мм пушкой GU-22A F-35E Самолет для ВВС Израиля После присоединения к программе GS в Израиль Озвучу планы создания модификации F-35A С значительным количеством брая собственного производства В частности систем РЭП и оборудования кабины и интеграции в свое оружие собственного производства Степень того, насколько глубоко израильским инженерам будет позволено углубиться в модификацию самолета Зависит в первую очередь от объемов закупок CF-35 самолет для ВВС Канады CF-35 будет отличаться от американского F-35A наличием тормозного парашюта Необходимого из-за опасности эксплуатации собледенелых ВПП И системы дозаправки топливом в полете Аналогичной той, которая установлена на F-35B С помощью шланга, а не штанги, принятой в ВВС США Тормозной парашют будет установлен на версии для Норвегии По той же причине F-35B Самолет для корпуса морской пехоты США и Королевского флота Великобритании Главная отличительная черта Возможность укороченного взлета и вертикальной посадки Оснащается подвесным контейнером с 25 мм пушкой GU-22A В будущем должен составить основу авиагрупп новых УДК типа Америка По сути представляющих собой легкие авианосцы с ограниченными возможностями для высадки десанта И значительно расширенными, по сравнению с кораблями прошлого поколения УОСП, возможностями авиагруппы Также планируется базирование на авианосцах Великобритании Куин Элизабет и итальянском авианосце Кавур F-35C Самолет для ВМС США Вариант имеет увеличенную площадь крыла и хвостового оперения Позволяющего маневрировать на небольших скоростях при полетах с авианосцем Крыло большего размера позволяет также увеличить полезную нагрузку Добавлен посадочный крюк По сравнению с F-18C F-35C Будет иметь вдвое больший боевой радиус действия В октябре 2010 года премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон Объявил о решении предпочесть для вооружения строящихся авианосцев Королевского флота Великобритании Вместо F-35B версию с катапультным взлетом Как причины были названы Большие боевые возможности и большая дальность полета при меньшей цене Но 9 мая 2012 года было объявлено о решении вернуться к планам закупки F-35B Основной причиной этого решения было нежелание нести крупные расходы на модернизацию авианосцев Все варианты унифицированы на А-70 до Кроме того, на F-35 использованы многие технологические решения Отработанные на F-22 Ожидается, что F-35 начнет службу с 2016 года Когда ими начнут заменять морально-физически устаревающие самолеты ВВС США-10 Thunderbolt 2 и F-16 в 2016 А также EV-8B Harrier корпуса морской пехоты А-18 ВМС США в 2017 году